Привет! Итак, сезон мы открываем вместе с Марией. Традиционное интервью уже у нас, каждого прилёта. Расскажи про свои успехи, чего вы добились в этом сезоне, чем мы можем похвастать. Ну, в этом сезоне я подтвердила свой статус чемпиона России по кабельной версии. Также съездила на чемпионат Европы и заняла третье место в категории Open. Ну и в основном остальные коммерческие контесты, где я тоже занимала первые места. Так что всё под контролем, всё как обычно. Я понимаю, а что касается лета в России, тебе много времени пришлось дома побыть? Нет, у меня вообще дома почти не было. То есть, как я со школой закончила, всё официально у меня тестовали за 10 класс. Сразу же мы уехали в Краснодар, чтобы тренироваться и перед чемпионатом России, и перед чемпионатом Европы. Там мы прожили некоторое время. Затем я приехала домой, буквально несколько дней, встретиться там с мамой, с бабушками, сходить на встречу с друзьями и буквально сразу мы улетели в Польшу. Там мы тоже пробыли где-то три с половиной недели, готовясь к чемпионату Европы. Выступили, вернулись домой и опять улетели в Краснодар, на чемпионат России. Так что дома у меня почти не было. Так, первые места — это много денег, да? Нет, это просто первые места. Хорошо, но в конверте ты что-то получаешь? Ну, ничего не получаю. Это официальные соревнования, на которых ты получаешь определенный рейтинг и определенное звание. То есть ни на чемпионате России, ни на чемпионате Европы не дают никаких денег. Хорошо. Но кто тебя поддерживает во всех этих поездках? Во всех поездках меня, конечно же, поддерживает Пукетвейк Парк, Вертиго Спортс — это российское производство кабельных установок и всего прочего, что связано с фейкбордом. Магазин «Траектория Бордшоп» помогла мне со снаряжением. Прислали мне офигенный комплект досок с креплениями, шлем, жилет, гидрокостюм, все, что нужно для тренировок. И, конечно же, мой домашний спот — «Вейклуб Мастер», где я тренировалась, когда я была дома. И, конечно же, поддержка была у открытого лыжного центра «Райдер», там, где я занимаюсь зимой. То есть поддержка спонсоров есть, и спасибо всем большое. Так, сколько стран? Сколько стран за лето или всего? Да-да-да, за лето. За лето, ну, только Польша была, а нет, еще Чехия была. Я, кстати, тоже выиграла чемпионат Чехии. Как ты смогла? Ну, просто это у нас был выходной день. Мы решили из Польши съездить в Чехию, там буквально 40 минут было ехать. Проехали, посмотрели новую страну, выступили, и с Колей Волоховым мы стали чемпионами Чехии. Красавцы, слов нет. Слушай, расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях от этих стран. Что ты увидела? Мне вообще нравится в Европе, и я поняла, что там очень добрые, гостеприимные люди. Мне все понравилось, и я бы еще раз туда съездила, и посоревновалась, и встретилась бы со всеми людьми. Ну, на самом деле, на чемпионате Европы у тебя куча друзей, товарищей, так же, как и на чемпионате России. Все эти люди, которые вместе с тобой в Пхукетовой парке. В каком составе ты сегодня приехала сюда? Я приехала со своим папой, он у меня в роли тренера. Также с собой привезла свою родную сестру, младшую. Со мной еще приехал Миша Талатов из нашей команды. Скоро приедет Коля Волохов, и вся Фэпфэмили будет в сборе. А так, классно! На сколько вы приехали? Ну, мы приехали на месяц домой, собираемся ехать, ну, лететь, 24 октября, но я не полечу домой, полечу сразу в Австрию на снег. Как долго ты будешь там тренироваться? Это буквально 10 дней потом поеду домой, и весь процесс зимнего сезона начнется, и вообще опять дома меня не будет. В этом году тебя, сестра, встала на вейк. Ну, она встала не в этом году. Мы ее давно поставили, просто в этот раз она с нами первый раз поехала и в Таиланд, и она выступила на нескольких соревнованиях, и прогрессирует уже там, прыгает, ей все нравится, и она была очень рада, когда я сюда приехала. У нее здесь, в принципе, достаточно классная тусовка, человек занят. У нее тут друзей больше, чем у меня. Ну, зато у тебя какие друзья! Мне кажется, весь вейк мир с тобой дружит. Расскажи немножко о своем быту, то есть, когда заканчивается вейк, начинается учеба. Сейчас, насколько я знаю, у тебя это интенсив. Ну да, я стараюсь получше подготовиться к экзаменам, которые мне надо будет задавать весной. Я там что-то учу, сижу, прям решаю некоторые варианты. Ну, как обычно, учеба, что еще тут поделать? Весна, сможешь к нам приехать. Конечно, я правда обязательно приеду. Сейчас планируем соревнования 19 октября. Участвуешь? Конечно, участвую. Уже готовлю программу, там, запрыгиваю всякие связочки. Будет круто. Я думаю, да, после сезона будет, что нам поснимать и чем удивиться. Спасибо тебе за интервьюшку, это было очень круто. Пожалуйста, я люблю. Спасибо.